Черника для зрения, фрукты для настроения и злаки для энергии. Теме здорового питания была посвящена очередная акция в рамках проекта «Здоровый я, здоровый город». 3 апреля интерактивные площадки вновь развернулись в одном из торгово-развлекательных центров Вологды. Подробности в сюжете Егора Канавина. На старт! Внимание! Поехали, девчонки! Сладости, гамбургеры и картошка фри против овощей, фруктов и злаков. Вредные продукты направо, полезные налево. А на другой площадке викторина, посвященная секретам здорового рациона. В каком продукте питания больше всего витаминов С? Не посмотрите ко мне больше. Вариант номер один в лимонах, вариант номер два в апельсинах, вариант номер три в сладком болгарском перце. Немногие знают, но сладкий перец вне конкуренции. В 100 граммах этого продукта содержится до 250 миллиграммов витамина С. Это фактически две дневные нормы. Для сравнения, в таком же количестве лимонов всего 40 миллиграммов. За верные ответы участники получают полезные оскорбинки и, конечно, знания о правилах здорового питания. Во-первых, не переедать. Потреблять 2-2,5 литра воды в день. Не есть после жизни. Ну и если ты что-то съедаешь, там, лишнее, то это возмещать спортом. Все это выездная акция проекта «Здоровый я, здоровый город». Здесь же разминка, которую проводят участники движения «Стритворкаут». А еще необычный микс станции баскетбола. Его продемонстрировали ребят из команды «Чаваката Фристайл Крю». После тренировки – легкий перекус, натуральные фитокисели. От разных составляющих зависит и полезное свойство напитка. Черника работает именно с глазами. Так как все дети наши на сегодняшний день сидят в гаджетах, они очень упордят зрение, поэтому профилактировать зрение просто необходимо. Выпивая в день чашку киселя, ребенок профилактирует как нервную систему, так и зрительную. По традиции, все желающие могли измерить основные показатели своего здоровья. Рост, вес, индекс массы тела и давление вносятся в специальную карточку, чтобы по окончанию проекта «Здоровый я, здоровый город» участники могли узнать, насколько полезным стало посещение интерактивных площадок фестиваля. Напомним, он стартовал в областной столице 21 марта. За это время прошло уже пять различных акций в разных частях города. И впереди еще много всего интересного. В Волокжане 7 апреля ждет общая городская физзарядка, на которой может присутствовать любой в Волокжане. Мы начинаем в 11 часов площади революции. А в субботу, 11 апреля, мы ждем всех желающих на стадионе «Локомотив», чтобы вместе с движением стритворкаут пройти разминку. Завершится проект «Здоровый я, здоровый город» под большим фестивалем уличных видов спорта, который пройдет в Вологде 1 мая. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.